Итак, добрый день, уважаемые зрители канала Амаркетс. С вами Александр Котин и это последний мой обзор в этом 2020 году. Следующий обзор я проведу уже после праздников. Спасибо вам за комментарии под предыдущим роликом. Некоторые из них я зачитаю, отвечу на вопросы и пойдем дальше. Согласен по нефти, пишет мне Вячеслав. Еще рано продавать. Нефть мы тоже сегодня посмотрим по поводу фунта. Алекс Киров пишет, что по фунту однозначно падение будет. Мы этого знать не можем, как говорится, покажет время. Вообще, я считаю, что мое мнение таково по этому поводу, что никто не знает, что будет на рынке. Мы можем строить только какие-то предположения, либо опираться на какие-то четкие паттерны цены, и от которых брать торговлю с низким риском, высоким потенциалом. Второй вариант. Мне нравится больше, когда я не строю торговлю на предположениях, а строю на неких фактах, которые происходят на графике цены. И беру те паттерны, которые, ну, а-ля мои, которые мне нравятся. Что думаете по S&P 500? Дойдет ли до 4 тысяч? Давайте посмотрим. На сегодняшний день я вижу, что рынки достаточно сложные. И, на мой взгляд, то, что происходит по S&P 500, это развитие третьей волны, особенно это хорошо видно на недельном графике, на деле, по всей видимости. И то, что мы здесь видим, это некая первая, вторая, и мы где-то плюс-минус в третьей волне нового движения. Возможен какой-то откат и потом дальнейший рост. Вполне можно предположить, что до 4 тысяч мы, по всей вероятности, дойдем. Так, дальше там идут у нас благодарности. Все, спасибо вам. Также за то, что вам понравилось мое видео и за то, что вы его посмотрели в прошлый раз. И давайте перейдем к текущему обзору. Как всегда, хочу напомнить о том, что в описании к этому ролику есть ссылка, по которой вы можете перейти и сразу попадете в мой WhatsApp. Вы можете записаться таким образом на бесплатную консультацию. Поработаю с вашей ситуацией. Посмотрим, что у вас происходит, какие могут быть решения в вашем случае. Сделаем небольшой план действий, который вы сами сможете в дальнейшем внедрить, получить результаты и расскажу о том, как получить мою дальнейшую помощь, если она будет вам нужна. Ссылка в описании. Переходите, записывайтесь. В неделю у меня есть только три свободных места. Могу уделить вам не более 40 минут. Поехали. Теперь давайте рассмотрим валютные пары, как все обычно мы с вами это делаем. Итак, давайте обратим внимание на евро-доллар. На дневном графике у нас сохраняется восходящий тренд. Однако, я хочу обратить ваше внимание также на то, что появилась дивергенция вот в этом импульсе. На мой взгляд, эта дивергенция, она характерна для завершения только лишь третьей волны, вот этой самой пятой волны, потому что я ее вижу как некую 3, 4 и 5. Вот таким образом. Поэтому внутри, скорее всего, развивается коррекция, и я хочу вас предостеречь от какой-то импульсивной торговли. Дело в том, что рынок достаточно сложный в текущий момент времени. И обычно к этому времени, к этой рождественской неделе, естественно, рождественской для католиков-протестантов, я обычно заканчиваю торговлю и не торгую до января. Я это уже сделал, и свои результаты я показал на своем канале. Вы можете также на него перейти и посмотреть ролики, где я показываю мониторинги своего торгового счета. Напомню, что моя целевая доходность 50% годовых, в прошлом году на Мосбирже я сделал 64%, в этом году пока у меня получилось 45%, но месяц, точнее год у меня начался торговый в феврале. Поэтому где-то вот к февралю я думаю, что я приду к своей целевой доходности в 50% годовых. Так вот, вернемся к евро-доллару, здесь у нас был зацеп минимума, точнее жду я зацепа минимума волны А, точнее ждал бы, если бы продолжал торговать, пока я делаю перерыв по понятным причинам, так как в конце года обычно я не торгую, как я уже объяснил. И вот здесь я считаю, что я бы ждал зацепа и, соответственно, ждал бы сигналов дальше на покупку, только в случае, если здесь будет простая коррекция. Если же здесь будет сложная коррекция, треугольник, там еще что-то другое, то тогда в этом случае я торговлю не беру, потому что со сложной коррекцией зайти крайне тяжело. Фунт, на мой взгляд, в данном случае завершился пятиволновой паттерн на дневном графике, возможно коррекция в зону одной из предыдущих коррекций, либо сюда, либо сюда. Но, а также под вопросом пока завершения последнего вот этого импульса, потому как может пойти удлинение и мы можем еще увидеть максимумы. Во всяком случае, обычно торгую против импульса, я только в том случае, если вижу первую волну вниз. Здесь же я бы не сказал, что это импульсная волна, по причине того, что она внутри не читается, то есть она не читается именно как импульсная волна. Поэтому, так же, как и на евро, здесь может быть дальнейшее движение вверх. Пока есть на рынках неопределенность, поэтому основные тренды, на мой взгляд, они не завершены. И, возможно, дальнейшее развитие вверх, но через какие-то сложные коррекции. Поэтому я бы хотел, чтобы вы были очень аккуратны с принятием решений и не торопились. Дальше, франк. На мой взгляд, здесь 1, 2, 3 в некой пятой волне импульса вниз. И я считаю, что она еще не закончена. И здесь тоже лучше рассматривать сделки по тренду. Но тут, опять же, нет нормального паттерна коррекционного, с которого можно было бы взять точки входа в виде вот таких вот дивергентных баров. Потому что такой бар я бы стал брать только после зацепа максимума волны А. И только так. Потому что я хочу быть уверен в своих сделках. И такие точки входа мне больше заходят. Иена, как всегда, она достаточно сложна для торговли. На дневном графике, точнее на недельном, она выглядит достаточно хорошо. На мой взгляд, как вы помните, я рассматривал это как сложную волну B. И отсюда идет волна C. Обновление минимумов. Только тогда возможен какой-то рост. Но до этого, я думаю, еще не скоро это случится. Один, два, три. Мы явно в третьей волне. В ней происходит удлинение. Она хорошо читается в недельном. И не очень хорошо читается в дневном. Потому что очень много пересечений через линии баланса. В этом случае удлиняющаяся волна, она скорее всего, даст нам точки входа с меньших таймфреймов. И также я рассматриваю зацеп некой волны А. Если его не случится, то тогда я бы не стал смотреть точки входа на продажу. А так она может пойти вниз. Дальше. Австралийский доллар. На мой взгляд, один, два, три. Удлинение идет. Мы очередной коррекции. И вполне возможно, что здесь так же, как и на многих других инструментах, может возникнуть сложная коррекция в виде треугольника, в виде какого-то флета, всего чего угодно. Поэтому тоже очень аккуратно с этим инструментом. Новозеландец мало чем отличается. Поэтому я не буду ему уделять какое-то внимание. Поскольку с австралийцем они очень сильно коррелируют. Канадский доллар. На мой взгляд, здесь так же идет удлинение. Импульсные волны вниз. Тренд, на мой взгляд, не завершен. И если брать торговлю, то торговлю с отката в импульс. И по тренду брать здесь достаточно, скажем так, логично. Один, два, возможно, вот это все третья волна, где первая, вторая, третья. Удлинение в пятой, в третьей. И, соответственно, опять же, я бы ждал зацепа вот этого максимума. В часовике его хорошо видно. Вот. Только после этого я бы говорил о том, что это А, Б и С. И вот тогда точки входа отсюда были бы логичны при наличии пятиволнового импульса внутри С. Вот так. Хотя могут быть и другие варианты. Золото. Золото плюс-минус тоже здесь завершился. И Би Си паттерн на дневном графике. Очень возможно, что то, что мы сейчас видим, это первая, вторая. Первая, вторая, в третьей. Видим разворот линии баланса, ну, то бишь, аллигатора. И, соответственно, очередная коррекция. Я думаю, что отсюда возможен дальнейший рост. Точек входа здесь я не вижу. Но есть вероятность того, что это А, Би Си паттерн. И тут 1, 2, 3, 4. Видите, третья волна имеет максимально движущую силу. И нет еще добоя минимума в пятую волну. Этой самой волны С. После этого я бы еще посмотрел на зацеп вот этой тени. И вот тогда, я думаю, появились бы четкие точки входа на покупку. Серебро, оно очень походит на то, что происходит на золоте. Тоже очень возможно, что 1, 2. Но здесь это больше похоже на то, что это первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот если эта вся структура, она достроится до целого импульса, то есть до пятиволновки. То не исключено, что с отката этого импульса возникнут дальнейшие точки входа на покупку. Ну а так, здесь очередная коррекция. И очень возможно обновление локального максимума, который был образован 21 декабря. Дальше что? SP500 мы уже с вами посмотрели. Я думаю, что здесь будет дальнейший рост. Биткоин. Соответственно, биткоин у нас может улететь и на 30 тысяч спокойно. Потому что, кто смотрел мой канал еще в 2018 году, напомню, что канал мой существует с 2012 года, то есть уже 9 год, то я говорил, что по биткоину то, что мы видим на неделях, может запросто стать первой и второй волной. А это уже развитие третьей. Особенно это будет заметно недельки так через 2-3. В том случае, если вот здесь движущая сила у нас превысит вот этот максимум, который был образован в 2017. И тогда, соответственно, полет на тысячу так на 30, а то и больше, вполне реален. 1, 2 и, собственно, 3 в 3. То есть это первая, это вторая, а это все третья волна. И на месячном графике, разумеется, максимальная движущая сила тоже, скорее всего, со временем обновит максимумы, которые были образованы в 2018 году. Ну, или там в 2017, когда этот максимум был. Да, в 2017. В конце 2017 года, если быть более точным. Нефть марки Brent. Есть вероятность того, что мы еще увидим минимумы. Это, конечно, самый такой пессимистичный, скажем так, вариант. Но то, что мы видим на неделях, явно выглядит как незавершенная пятиволновка. Вот в последнем импульсе. И то, что идет вверх, больше похоже на ABC-коррекцию. И, мало того, в волне С могло еще не быть завершения. И поэтому, возможно, еще обновление максимума. Так как вот то, что мы здесь видим, это первая, вторая, первая, вторая, в третьей, третья, в третьей, четвертая, пятая, в третьей. Это четвертая волна. Вот так. Причем, если рассматривать внутреннюю структуру, когда мы постоянно пересекаем линии баланса, вот здесь, это больше всегда напоминает волну B. То есть, то, что мы здесь имеем, это только лишь ABC-паттерн. И, возможно, еще один максимум. И обновление, соответственно, максимума от 18 декабря. Дальше мы посмотрим с вами фьючерс на доллар. Ну, все как обычно, индекс РТС. Итак, фьючерс на доллар. Давайте возьмем вот текущий, который мартовский. Что здесь происходит? На дневном графике мы уже практически пересекли линии баланса, что говорит о формировании некой первой волны вверх. Возможно, это было 1-2, где в волне 2 виден достаточно хороший ABC-паттерн. Поэтому этот инструмент, он еще и коррелирует с нефтью. То, что мы сейчас с вами увидим где-то примерно в часах в четырех, это развитие первой волны в часовике. В часовике это получается 1-2, 1-2 паттерн. Дальше это третья, четвертая, пятая, только в третьей волне. И, скорее всего, если нефть у нас обновит максимум, и здесь мы увидим только лишь коррекцию, и эти минимумы, скорее всего, мы уже обновить не сможем. Поэтому по фьючерсу на доллар я бы рассматривал смену тренда и дальнейший рост в глобальном тренде, который здесь, собственно, в сторону американского доллара. Что касается индекса РТС, так, давайте его посмотрим. Я также беру фьючерс на индекс РТС. Очень вероятно, что здесь завершился также ABC паттерн. И я бы стал продавать здесь, точнее, торговать в шорт только лишь после формирования некой первой волны вниз. Она еще не завершена. Это хорошо видно на внутридневных таймфреймах, где 1, 2, 3, 4, 5. То есть как только появится дивергенция, примерно в часовике в 30 минутах, мы сможем говорить о наличии пятиволнового импульса вниз. Как известно, один он в одном направлении быть не может. И как минимум с его коррекцией, когда вот сам импульс достроится, закончится, с его коррекцией я бы рассматривал точки входа в шорт. Либо в волну С, либо в третью волну. Соответственно, та волна уже будет видна по факту. Здесь я каких-либо прогнозов не строю. Ну и очень вероятно обновление минимумов 20-го года. Вполне это возможно. Хотя может быть и иначе. Вот так. Надо будет смотреть, что у нас пойдет вниз. Коррекционная волна восходящего импульса, начавшегося где-то в ноябре этого года. Либо это будет, соответственно, развитие какого-то нового паттерна вниз. Это будет видно по факту, разумеется. Поэтому лучше это по факту и оценим. На этом у меня все. Все ссылки на мои ресурсы в описании к этому ролику. Также напомню, что вы можете пройти в мой WhatsApp и записаться на бесплатную консультацию. На этой и на следующей неделе у меня есть только три свободных места, чтобы с вами пообщаться. Я смогу уделить вам 40 минут. Разберем вашу ситуацию. Дам решение относительно вашей ситуации, план действий. И если нужна будет моя дальнейшая помощь, расскажу, как ее получить. С наступающим Новым Годом! И встретимся в Новом Году! Пока!